Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео я вас научу, как правильно строить области поддержки и сопротивления, как правильно от них торговать и по итогу я вам полностью выдам свою систему, как я строю те самые области поддержки и сопротивления. Видос будет максимально информативен, максимально понятен. Если у вас есть вопросы, недопонимания, как строить области поддержки и сопротивления, В этом видео я вам все очень-очень подробно расскажу, разберется любой. В начале видоса, парни, вы знаете, я топлю за обучающий контент и только за обучающий. Поднасыпьте на это видео лайков, напишите коментосы. Если вдруг не подписаны, подписывайся. На моем канале ты научишься правильно анализировать график. Давайте с вами приступим попутно. В течение видео я отвечу еще на пару вопросов, которые вы мне писали в комментариях. То есть реальная инфа будет просто топчик. Давайте с вами приступим. Области поддержки и сопротивления. Что это вообще такое? Давайте я не буду использовать стандартные определения из интернета, потому что в этом нет никакого смысла. Вы сами можете написать в гугле, что такое область поддержки и сопротивления. Вам там просто выдаст сухой текст, который абсолютно никак не относится к реальным. Я хочу объяснить так, чтобы было очень понятно простым языком. Что такое область? Смотри, как только ты открываешь валютную пару, ты сразу обращаешь внимание на то, где сейчас у тебя находится цена. И если мы с вами возьмем за основу не тот кружочек, где я отметил, а именно вот этот пик. Если мы возьмем с вами вот такую вот линию, проведем ее, условную линию для наглядности. Мы с вами увидим, что здесь цена также остановилась. Здесь она тоже остановилась. И посмотри, как неожиданно, здесь также была остановка. То есть через эту границу покупатели, которые толкают цену вверх, они не могли пройти. Что-то их здесь сдерживало. Что именно сдерживало, это уже вопрос другой. Сейчас в чем суть? Уровни поддержки и сопротивления. Это та область, у которой в прошлом цена останавливалась. И сейчас с высокой долей вероятностью также будет происходить остановка и разворот. Это если совсем уже, знаешь, по пальцам так объяснять. Давай я немного увеличу, чтобы вы видели этот промежуток. И еще раз просто отмечу эту границу. Смотри, здесь у нас происходили остановки. Раз, два, три, четыре, пять. Если мы с вами возьмем за основу то, что мы зашли, открыли эту валютную пару и попали на этот промежуток, мы с вами что делаем? Мы смотрим с вами в левую часть, то есть изучаем историю, были ли на этом уровне по этой цене остановки. Мы смотрим, что они здесь у нас были. Соответственно, мы берем и проводим области по этой цене. Мы провели область, мы наглядно видим, где у меня происходили остановки. И при очередном подходе мы можем рассматривать вход на отскок от этой области. Это, опять же, вы понимаете, я привожу очень наглядные примеры на пальцах. То есть область поддержки и сопротивления это та область, от которой при подходе ваша цена, скорее всего, от нее будет убегать. Скорее всего, но происходит так абсолютно не часто. Теперь давайте мы с вами определились, что область поддержки и сопротивления это та область, которая сдерживает цену к дальнейшему движению по ее потенциалу. То есть, опять же, на пальцах, извиняюсь, я буду объяснять очень подробно. Идет движение вверх, здесь у нас находится область. Она сдерживает ее от дальнейшего движения. Соответственно, не пропускает. Идет коррекционное движение вниз, либо вообще смена тренда. Это такая стена, столб, это лежачие полицейские на дороге, это инспектор, который останавливает и махает вас в своей палке. То есть не пропускает ни вверх, ни вниз. То есть абсолютно идентично. Движение вверх, движение вниз вас не пропустит. Вот это и есть область поддержки и сопротивления. Теперь, когда я думаю на таких моих примерчиках, очень очевидных, вы понимаете, да, она не пропускает. Теперь давайте разберемся, что оно из себя, в принципе, представляет. Если вы откроете Google, опять же, и напишите область поддержки и сопротивления, там, что это вообще такое. Каждая вторая статья будет приводить примеры-скриншоты, где они берут, например, участок графика и проводят по этому участку четкую линию. Четкую линию. И там написано, что вот на примере это область сопротивления. Нифига подобного. Прямая линия не может являться областью. То есть это название само по себе противоречит слову область. Что такое область, давайте. Область включает в себя погрешность. Это и является основным отличием от линии. Если мы с вами проводим область, мы даже можем провести здесь ее немного ниже, давайте, немного ниже до вот этого минимума. Если мы с вами проведем область, то мы с вами сразу будем учитывать возможную погрешность. То есть поймите, что цена у вас не будет отлетать ровно от прямой горизонтальной линии. То есть она такая идет вверх-вниз, вверх-вниз, подходит к области и такая, о господи, здесь же проходит очень тонкая линия. Пойду-ка я от нее вниз. То есть нифига подобного. В большинстве случаев ваша цена, если и отреагирует на эту область, то зайдет в нее, дойдет до самой крайней верхней части этой границы, либо даже пробьет ее и только потом пойдет вниз. Те, кто это не понимают и думают, что так, я прочитал статью, там написано, там обозначено даже, есть скриншот четкий, где есть линия и от нее цена уходит, ребята. Как бы не так, запомните, линии поддержки и сопротивления не существуют, так же, как единорогов. Не пытайтесь строить линии, стройте области, уровни. Это слова-синонимы, абсолютно не играет роли уровня области, как вы это называете, но точно не линия. Давайте посмотрим на примере области поддержки на этой же валютной паре. Далеко ходить с вами не будем. Вот у меня остановилась цена. Давайте я возьму минимум тени и минимум самого тела свечи и проведу область. Вот примерно так. Увеличиваем, чтобы убедиться, что я все делаю четко, не приукрашиваю. Вот как раз у меня находится эта область. Я взял с вами тело свечи, я взял тень свечи и давайте посмотрим, что у нас здесь происходило. О мой бог, что это такое? Это же ложное пробитие. Теперь плавно, когда мы увидели эту ситуацию, мы плавно с вами переходим к тому, как правильно строить эти уровни. Смотрите, есть универсальный абсолютно подход, как строить области поддержки либо сопротивления. Вы берете, давайте другую валютную пару, чтобы не на одной с вами сидеть. Ой, давайте, где-то здесь был хороший пример. Я просматривал сегодня рынок. На ней я все вам и продемонстрирую. Вот, кстати, мой пример. Давайте увеличим текущий промежуток. Он для нас абсолютно актуален. И давайте построим область. Беру вот этот максимум и захватываю вот этот промежуток. Именно тело свечи вот в этом небольшом, но движении на повышение. То есть смотри, у меня цена как сразу отсюда убегала просто в панике, так и доходила до этого максимума. То есть смотри, ты захватываешь не просто тень свечи, не просто тело свечи. Ты захватываешь и тень, и тело свечи сразу и проводишь эту область. То есть мой минимум находится на теле вот этих свечей. Мой максимум находится на тени вот свечки на повышение, вот этой свечи. Видишь? Давай я увеличу, чтобы вообще прям четко. Вот моя тень. Вот мои тела свечей. Я беру этот промежуток и провожу. Еще что хочу сказать. Уровни поддержки и сопротивления это очень субъективная вещь. То есть я это делаю так. Кто-то другой не будет, например, брать этот максимум, а возьмет просто максимум тела. Вот так вот отметит. То есть по сути, что он, что я, мы будем абсолютно правы. Здесь у каждого своя правда, поэтому ошибки быть не может. И все, что я вам буду рассказывать дальше в этом видео, это абсолютно мое субъективное мнение и взгляд на график. Вы можете быть с ним не согласным, чертить линии. Дай бог вам здоровья и удачной торговли, ничего против не имею. Но вопрос такой от вас поступил, поэтому отвечаю. Отметили по максимуму тени, взяли минимум тела. Вот наша область отлично отображается. Если бы мы с вами просто отметили, например, по телу, вот так вот, да, то есть тело, а тень бы не учитывали. У нас бы здесь происходило ложное пробитие. В данном случае оно бы особой роли не сыграло. Но если бы это был Форекс и там бы стоял наш стоп-лосс, стоп был бы сбит. По итогу мы бы зафиксировали минус и все. А это уже не есть хорошо. Теперь давайте дальше. Мое любимое. Как нужно торговать от уровней? Что это такое? Мы с вами уже разобрались. Как правильно их чертить? Я вам показал на очень наглядном примере. Теперь давайте отработаем ситуацию. Именно вход в рынок. Вот он. Вот вход в рынок. Посмотри. Сразу попадаю на этот промежуток. Смотри. Я открываю валютную пару. Вижу, где у меня находится цена. Смотрю в левую часть графика и вижу, что здесь также происходили остановки. Давайте с вами я возьму максимум этой свечи и проведу просто в левую часть. Давайте теперь увеличим. Посмотрим, все ли я правильно сделал. По максимуму отметил. Смотрим теперь в левую часть. И, о чудо, оказывается, что области действительно так работают. И посмотри. Я не увеличивал этот промежуток, чтобы что-то очень четко провести. Прям, знаешь, чтобы и этот минимум, и этот максимум. Но, тем не менее, увеличиваю. Обратите внимание, что я здесь взял. Я взял вот эти свечи и взял вот эту тень. По итогу от этой тени у меня образовался вот такой вот промежуток. Вот эту часть мы действительно можем немного уменьшить. Но будем подразумевать, что может происходить ложное пробитие и заход как раз в эту область. То есть немного ниже давайте сделаем. И посмотрим на наш текущий промежуток. Что у нас здесь происходило. Действительно, смотри, цена дошла. Изначально я отметил эту область немного выше, потому что брал максимум этой свечи. Цена у нас дошла до этой области. Пробило, получается, тот максимум верхней области сопротивления. И пошла вниз. То есть пошел у нас откат. Теперь, когда вы, еще раз пересмотрите, если не поняли, отметили область. Взяли тело свечи, взяли тень свечи. Если у вас это происходит на одной свече, просто берете максимум тени, максимум свечи. Проводите. Если у вас присутствует такая ситуация, как здесь, то есть тело находится ниже, тень находится выше, то проводите следующим образом. Опять же, все, смотрите на мои примеры. Теперь давайте посмотрим и очень подробно вам скажу, как нужно отрабатывать, если цена у вас заходит в эту область сопротивления, либо поддержки, там уже не важно. Когда вы научились проводить не просто линию, а именно область, вы должны условно разделить эту область на три уровня. Первый уровень, давай другим цветом, чтобы был контраст. Первый уровень это нижняя область при подходе цены. То есть это у нас номер один. Под номером два это центральная область. На глаз просто примерно проведи здесь. Это у нас номер два. То есть центральная такая область. Номер три, как вы уже, наверное, поняли, находится в самой верхней части. Верхняя крайняя часть области сопротивления в данном случае под номером три. И теперь смотрите, в чем здесь, собственно, фишка. Как только цена заходит у нас в эту область, большинство людей ожидают мгновенной реакции вниз. Но теперь, когда вы запомните и будете учитывать правила номер один, номер два, номер три, то есть учитывать все эти три области, всегда держите в голове, что реакция на эту область, то есть откат в данном случае у нас может происходить абсолютно от любой области. От первой, второй, либо третьей. Цена может прямо здесь у нас взять и развернуться, дойти до средней области. Здесь произойдет этот процесс разворота до крайней области и также развернуться. И под номером четыре, что происходит не так часто, если вы проводите действительно хороший анализ, у вас может цена пройти еще выше. То есть это уже будет ложный пробой под номером четыре и пойти вниз. То есть у нас всегда есть четыре возможных варианта развития событий. Это что касается области поддержки и сопротивления. Мы их не бросаем, мы еще с вами все сейчас отработаем. Хочу ответить на вопрос. Вы мне писали, там было много лайков. Отвечаю, ребят, вы спросили, какое время для торговли является самым наилучшим. Начиная с 2017 года, как я дробнул на YouTube первое видео, я сказал, что самое наилучшее время для торговли это с 12 часов по МСК. Если рисуешь, говорят, лучше запоминается. С 12 до 18 часов по московскому времени. Почему это время самое наилучшее? Внутри дня очень хорошая волатильность. То есть если вы провели правильный анализ, например, на повышение, проанализировали объемы, вы учитывали уровни, вы проанализировали свечи, у вас цена из-за высокой волатильности. То есть у вас свечи будут большие, хорошее движение и сильно хорошо пойдет в нужную сторону. Если вы, например, торгуете слишком рано, в 8 часов утра, либо слишком поздно в 10, волатильность намного меньше. И ваш анализ может быть и верный. То есть вы все правильно спрогнозировали, но не будет волатильности. Движение может пойти вверх, потом вниз, потом вверх, потом вниз. В этом промежутке вы ловите минус и цена идет снова вверх. То есть ты понимаешь, в чем здесь фишка. Когда большая волатильность и правильный анализ, здесь вообще все будет класс, супер, бомба, супер. Супер три раза уже сказал. Если у вас будет низкая волатильность, вы просто-напросто можете не попасть в тот промежуток, на который вы заходите. И в этом уже минус. Но самое главное правило это пропускайте новости. Заходите на инвестинг, например. Смотрите во сколько у вас выходят новости. Просто в это время не торгуйте за 20-30 минут. В зависимости от того, насколько эта новость грозная. Там две либо три бычьи головы. Пропускаете, а в остальной промежуток можете торговать. Но опять же, парни, это чисто мое мнение. Я его не навязываю. Но если бы у меня сейчас было свободное время, я бы мог торговать днем. Днем, то конечно я бы лучше торговал днем, чем вечером. Но очень много своих оффлайн дел. Поэтому освобождаюсь к вечеру. Чисто по кайфу записываю видосики. В остальное время, вы же знаете, я торгую также на крипте, на фьючерсах. И там у меня лежат нормальные такие позиции. Поэтому есть чем заниматься. Теперь давайте обратно к уровням. Мы научились с вами их строить. Мы разделили их с вами на три возможных части. От которых у нас может произойти разворот. В конце концов, мы с вами разобрались, что это вообще такое. Эти самые области поддержки и сопротивления. Мы не строим с вами линии. Теперь, вот знаешь, по основному. Я никогда не готовлюсь там особо к видео. Просто рассказываю вам то, что я прошел за 10 лет. Теперь давайте, наверное, отработаем. Я думаю, это будет самым правильным. Самым правильным. Смотрите. Смотрите, какая ситуация. Где у меня находится цена. Мы видим 81, 131. Цифры, по сути, нифига не значат. Просто для наглядности. Я беру и провожу область. До этой части. Давайте увеличим, убедимся, что я все правильно сделал. Сделал все четенько. Вот эти, знаешь, вот здесь, наверное, миллиметр, полмиллиметра есть. Не критично, если вы отметили область не тютелька в тютельку. Все равно в области есть погрешность. Давайте еще скажу, что основное отличие, основной, самая главная линия от области, это то, что область подразумевает погрешность, когда цена заходит в нее. Вспоминаем сразу про три области, которые я говорил. И здесь мы видим, что цена уже зашла в эту область. Отлично. Давайте ее отрабатывать. Здесь мы убедились, что все четко. Здесь тело, здесь тень. Здесь тень, здесь тело. Но цена уже в ней. Поэтому мы с вами должны понимать, что цена может дойти еще немножечко выше. Давайте сейчас разобьем все это на три части, как я и сказал. Откат-то уже происходит. Давайте для наглядности возьмем, будем учитывать, так, график вообще что ли разъехался. Будем учитывать с вами еще небольшую погрешность. И все, сейчас это с вами прорисуем, чтобы вам в первую очередь было все понятно. Так, ну нет смысла ждать. Давайте я все нарисую. Просто я понимаю, что откат может произойти прямо сейчас. И я его просто-напросто пропущу. Так, вход на понижение. Все, сделочка открыта. Теперь давайте приступим. Я не смотрю, кстати, сейчас ни на объемы. Ну как, не разбираю подробно. На объемы я уже глянул. Все как бы в порядке. Вот у меня есть эта область. Откат может произойти у меня отсюда. Но так как я зашел и этот откат уже был отработан, мы отмечаем среднюю границу. Мы отмечаем верхнюю границу. Прямо сейчас у меня актуальность под номером 2. Средняя граница и под номером 3. То есть первое движение вниз, второе движение вниз. Третий вариант это ложное пробитие и также движение вниз. То есть под номером 4. Всего у меня есть здесь три возможных варианта. То есть я торгую на отскок от этой области сопротивления. Три возможных варианта. Средний я уже отрабатываю прямо сейчас. Ну и как ни крути, это видео, конечно же, про области, но я должен вам объяснить логику моего входа. Я не просто руководствуюсь правилом того, что вот, значит, цена зашла у меня в область. И есть всего лишь три возможных варианта. Именно так все произойдет. Вот держите в голове, никогда не теряйте мысль о том, что ваша цена может легко пробить эту область и пойти еще дальше. Это уже зависит от самих свечей. То есть свечной анализ. Это зависит от объемов. Это зависит от того, как вы сможете проанализировать соотношение продавцов и покупателей. Слава богу, у нас есть индикатор SmokeFX Volume. Он бесплатный, вдруг вы это еще не знаете, вы можете его скачать, установить и использовать в своей торговле. Все зависит от этого. Но давайте сейчас вкратце мой анализ, почему я здесь вхожу на понижение и понимаю, что откат от этой области сопротивления у меня в любом случае произойдет. Очень вкратце, просто посмотрите на вот этот откат на этой свече, на сопротивление здесь, на эту свечу неопределенности, откат в этой части. То есть в общем и целом, во всех этих промежутках по всем ценам у меня происходило откатное движение вниз. То есть продавцы у меня здесь находятся. Посмотрим на наш объем на покупку, который по сути нифига из себя не представляет. Единственный объем у меня был на этой свече, большая свеча на повышение. Стираю обратно, после которой у меня образовалась свеча неопределенности и был очень жесткий откат. 48% продавцов находилось в то время, в тот промежуток в свече. Здесь вот, пожалуйста, уверенное движение вниз области, области поддержки и сопротивления. Я сейчас сам для себя думаю, все ли я объяснил. Из основного точно все. Поэтому в комментах напишите, было ли вам понятно и возможно что-то вам нужно еще дорассказать. То есть знаешь, я же это уже все делаю на автомате. Всегда стараюсь комментировать, мне кажется наглядно. Но возможно такое, я не исключаю, что я могу какую-то мелочь, знаешь, мелочь для меня пропустить. Но для вас, например, это важно. Но из основы, из основного, как их строить, как их отрабатывать, я вам рассказал. На три части делите область. От всех частей вы рассматриваете вход на понижение. Но ваш анализ, конечно, должен соответствовать. То есть быть направлен на то, что у вас будет происходить именно откат от области поддержки, либо области сопротивления. Смотрим на график. Здесь у нас 10 секунд остается до завершения. Уверенное движение вниз. Потом по этому потенциалу цена подхватила движение. Если, кстати, мы отдалим. Прям так мощно. Движение вниз было очень хорошее. Но потенциал здесь очень добротный. Смотри, подхватывая. Цена этот потенциал. Здесь мы получаем плюс. Сам момент пропустили. Но я думаю, вы сами видели, где мы открылись и куда пошло наше движение. То есть проанализировали, зашли, отработали. Давайте тезисно еще раз все с вами проговорим. Область мы делаем с вами не линии. Нет. Вообще забудьте про эти линии. Мы делаем вот так вот. Вот так вот. Мы берем с вами тело свечи на повышение, которое у нас было, например, до этого. Здесь где-то у нас также была свеча. Вот была ее тень. Мы берем с вами тело. Берем с вами тень. Проводим вот такой вот промежуток. И при очередном подходе цены к этой области мы его разбиваем на три основных возможных варианта. Первая зона, центральная зона, крайняя зона. И рассматриваем вход как от этой области. Также от средней и от самой высокой. От любой может происходить откат. Но это уже зависит от анализа объемов того же. От свечного анализа. Будет ли здесь такая здоровая свеча без теней. Либо свечка вонючка такая дырявая. То есть это нужно уже углубляться именно в анализ. На канале опять же все эти видосы есть. И есть видео где я все вместе анализирую. Они обычно идут по 50 минут, по часу. Где огромное количество сделок я рассматриваю. Учитесь правильно строить области. Это реально играет очень важную, большую, ключевую роль. В этом нет абсолютно ничего сложного. Вы знаете, я вам передаю свои алгоритмы. Берите их просто и используйте. Ну а для тех у кого возможно есть проблемы с тем, что они не могут определить. Блин, а по какому же все-таки ценовому уровню нужно проводить область. Здесь конечно самое главное это практика. Ты можешь просто смотреть мои видосы, запоминать, делать так же. Либо ты можешь вступить ко мне в команду. У нас есть алгоритм, который сам вместо тебя проводит анализ. График он выдает. Здесь области нет. Но здесь есть точная котировка. Ты можешь ее взять, перенести на свой график. И посмотреть, где должна стоять правильная область поддержки, либо сопротивления. То есть здесь нет ничего сверхъестественного, какого-то секрета. Это просто алгоритм, который анализирует график. С этой аналитикой ты просто сможешь быстрее научиться самостоятельно все это делать. Если кому-то это вдруг нужно, первая ссылка в описании, пишите туда. Ну а так, ребят, я надеюсь, что это видео реально получилось полезным. Рассказал вам, знаешь, как говорится, от души абсолютно. От души душевно в душу, чтобы вам было все понятно. Ведь еще раз скажу, мой канал настроен на обучение. И скоро, я говорил уже, я запущу большой проект, который будет направлен именно на то, чтобы трейдеры совершали огромное количество практики. Будет очень много людей. Это будет пушка. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Мы сможем это запустить. Я это не видел вообще нигде ни у кого. Мы в этом плане будем первыми. Вся движуха будет происходить в Телеграме. Поэтому, если вы еще не там, тогда залетайте. В общем, лайкосы поставьте, если понравилось. Комментосы пишите, если понравилось. Если не понравилось, ну, вот он весь я. Больше я вряд ли себя смогу выжать. Можете отписаться. На связи был SmokeFX. Топим за обучающий полезный контент. Дед на связи. Всем пока.